Если вы думаете, что с окончанием концертов жизнь во дворце губернаторском замирает, то вы глубоко заблуждаетесь. Можно сказать, что жизнь здесь кипит постоянно. Здесь учат танцевать, рисовать, петь, кто-то репетирует или разучивает новые номера, но в некоторые дни губернаторский превращается в настоящий гейсер. Это дни больших сборных концертов. Дворец губернаторский. Для многих из нас это место, куда мы приходим на концерты, на выставки, на ярмарки, ну в общем-то и все. Но мы сегодня вам покажем настоящую внутреннюю жизнь этого места. В день, когда мы пришли побродить по губернаторскому, здесь готовились к галоконцерту фестиваля конкурса «Край Симбирский в истории государства российского». Поэтому даже в обычном немноголюдном фойе было полно народу. Сюда съехались представители всех районов, которые хвалились своими достижениями. Кто бубликами с чаем, кто лозоплетением, кто расписной посудой. Но все-таки... Как и любой диатор, дворец губернаторский начинается свешивать. Да. Давайте курточку, давайте шапочку. О, держите номерок. Вот так впервые в жизни я поработал гардеробщиком. Гардеробщицам помогли. Самое время отправиться на обход дворца. Начинаем с его глубин, с подвалов. Мы подходим к открытой двери. Это святая святы губернаторского, костюмерная. Сотни платьев, сарафанов и других нарядов развешаны на плечиках и ждут своего часа. Если начинается с вешалки зрителей, то артист начинает отсюда. Работы у вас много? Очень. Достаточно. Достаточно всего, что... Ну это на сцене можно увидеть. Как люди одеты, как гримируются, в чем одеты. Костюмер это не просто название, не просто должность. Мы фактически помогаем пошивочному цепку. У нас идет реставрация костюмов. Сейчас вот у нас уготовится концерт костюмов. Ленон Николаев сейчас подготовит коллектив образ выступлений. То есть погладит рубашечки, чтобы люди выглядели на сцене красиво. За сколько... Вот, допустим, большой концерт, как сегодня. Для зрителя он начинается в три часа. Во сколько концерт начинается для вас? То есть подготовка, погладить, посмотреть... За неделю до концерта. Выходим из костюмерной и натыкаемся на довольно интересный процесс. Здесь гладят юбки для танцовщиц. Прямо на танцовщицах. Куда деваться? Скоро концерт и раздеваться некогда. Выбираемся из подвалов и попадаем за кулиси. Вот тут жизнь действительно кипит. Туда-сюда бегают девушки в танцевальных костюмах. Кто-то подкрашивается у зеркала в гримерной. Кто-то ждет выхода на сцену, чтобы откатать свой номер. А на самой сцене один из творческих коллективов разучивает довольно сложную танцевальную программу. Хореограф настолько занят репетиционным процессом, что наше присутствие на сцене ему совершенно безразлично. Кстати, по словам работников Дворца культуры, сцена и в обычные дни практически никогда не пустует. Репетируют тут всегда. Возвращаемся за кулисы. Видим довольно необычное зрелище. Работник сцены отодвигает стену. Как оказалось, за массивной дверью скрывается хранилище декораций. Практически все они многоразовые. Делать ванерное дерево или плюшевое солнце ради одного концерта слишком затратно, потому живут декорации по несколько лет. Но нам пора спешить на верхние этажи. Поднимаемся к малому залу губернаторского. Тут-то мы с головой окунаемся в водоворот подготовки к концерту. Вот она настоящая творческая атмосфера. Здесь гармонисты, там балерины, где-то там казаки, а еще у меня за спиной ходит мужик с бородой. Настоящий боярин. Прям как я. Но, как оказалось, бородатый мужик в кафтане – это не боярин, а купец-отец из сказки про маленький цветочек, который приехал сюда из родического района. Наш район пропагандирует два таких грантовых мероприятия. Это Денис Давыдов, который у нас долгое время проживал и который скончался у нас в селе Верхнемаза. И в честь него проходит региональный фестиваль «Тебе, певцу, тебе, герою». И наш знаменитый также межрегиональный фестиваль – это «Дикий пион», про который, наверное, многие уже слышали, приезжали к нам в гости. И я как бы герой. Вот именно из сказки «Аленький цветочек», «Аленький цветочек» – это и есть «Дикий пион». Репетируют артисты не только на сцене и в малом зале. Кто-то, как, например, один из казачьих коллективов, прогоняет номер прямо в коридоре. В прямом смысле высшей точкой нашего входа становится помещение, в котором сидят осветители. Люди они серьезные и разговорчивые. Да и не до разговоров, когда с минуты на минуту должен начаться концерт. А стало быть, и нам пора спешить в зал. До того, как в зал зайдут первые зрители, остались считанные минуты. Мы заканчиваем нашу прогулку по дворцу губернаторскому. Будем вместе со всеми смотреть концерт. Приходите сюда, здесь здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.